ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Напомню, еще одна наша спортсменка Татьяна Томашова сумела пробиться в финальный забег на дистанции полтора тысячи метров. Далее командные виды спорта. Женский футбольный клуб «Звезда-2005» пробился в финал Кубка страны. На стадии 1-2 финала наша команда встречалась на выезде с подмосковной россиянкой. Матч получился напряженный. На 42-й минуте соперник получил право пробить пенальти, но его не использовал. А решающий мяч был забит уже в компенсированное время. Отключилась Пантюхина. Во втором полуфинале встретились Рязань, ВДВ и Краснодарская Кубаночка. Южанки выиграли 3-2 и также вышли в финал. Второй по значимости национальный трофей будет разыгран 10 сентября на стадионе «Балтика» в Калининграде. Игра начнется в 22 часа по пермскому времени. А пока «Звездочкам» предстоит переключиться на чемпионат страны. 29 августа в рамках 13-го тура они проведут выездной поединок в Москве против клуба «Чертаново». Это аутсайдер первенства в 12 матчах, набравший только 1 очко. Наша команда, напротив, возглавляет турнирную таблицу, набрав 24 очка. На 2 меньше у Красногорского «Зоркова», который находится на второй строчке. Из завершения гандболи в межсезонье руководство Российской Федерации подвело итоги прошедшего чемпионата. Определены лучшие в индивидуальных номинациях. В четырех из них отметили представители пермских «Медведей». Лучшим левым крайним стал Игорь Сорока, правый полусредний Самвел Исланян, лучший вратарь Николай Сорокин, а лучшим наставником признали Льва Воронина. На этом у меня все. Ждем развития спортивных событий.